И теперь я хотел бы пригласить второго спикера, спикер Хум, на эту сцену. Это Маншук Адикаримова с тематикой «Кто пишет будущее? Потенциал подросткового вольности». Я хочу поблагодарить эту площадку за то, что вы помогаете достичь большего единства у нас в обществе. Всем организаторам спасибо. Меня зовут Маншук, мне 26 лет. Моя профессиональная деятельность связана с консультированием учащихся старших классов в отношении профессии, которую они хотят выбрать. У меня есть двое детей, вы можете видеть, в зале они бегают. Также в качестве вклада в улучшение общества я участвую в программе по высвобождению потенциала подростков. Сегодня я бы хотела немного рассказать об этой программе. Как я пришла к нему и что меня вдохновляет идти по этому пути. Для начала, пожалуйста, можно задать вопрос. Как вы думаете, в 12 лет это дети или взрослые? Взрослые, подростки, дети. Классно, спасибо. И следующий вопрос. Помните ли вы свой подростковый период? Всегда ли вам хватало слов для того, чтобы выразить, что с вами происходит, свои мысли, идеи и потребности? Да, действительно, я тоже помню, что я очень много жаловалась на то, что меня не понимают. Буквально каждый день, что меня не понимают. В жизни молодого человека возраст от 12 до 15 лет является решающим периодом. Это переход от детства к зрелости. В этот переход происходят колоссальные изменения физические, интеллектуальные и эмоциональные. В этом возрасте у них строится картинка мира, себя, как они видят свое окружение. В этом возрасте укореняются их привычки, способ мышления. И от того, как прошел этот период, будет зависеть их уверенность в своих собственных способностях и вера в силу единства. К сожалению, в этом периоде подростки сталкиваются со множеством вызовов. Я сегодня назову некоторые из них. Первое, то, что к ним относятся как к детям. И часто бывает, что к ним не прислушиваются и не учитывают их мнение. А у них есть большая потребность выразить себя. Они не задаются вопросом, какими талантами, способностями они обладают. Им очень важно, как окружающие видят их. Также следующий вызов, которыми они сталкиваются, это то, что они хотят принадлежать группе друзей. И они сталкиваются с боязнью отличиться, потому что боятся насмешивать того, что их обесценят и пренебрегут их мнениями и их идеями. Следующий вызов, это то, что в обществе существуют широко распространенные, но ошибочные мнения, что это возраст полный кризисов, что они эгоцентричные, они не понимают, чего сами хотят. Мы видим их в ином свете. Это правда, что действительно в этом возрасте их поведение носит противоречивый характер. Иногда они робкие, иногда смелые, иногда они общительные, иногда хотят, чтобы их оставили в покое. И нужно понимать, что это поведение носит временный характер. На самом деле в этом возрасте у них очень обостренное чувство справедливости. Они начинают интересоваться тем, что происходит в мире. У них в этом возрасте развиваются определенные умственные способности, и они уже не хотят слепо следовать тому, что им говорили, и они ставят под сомнение все, что им сейчас говорят. И особенно остро они замечают различия между словами и делами, особенно взрослых. Этот возраст, он полон потенциала и перспективы, но для того, чтобы высвободить эту силу, нужны определенные условия, а точнее среда. И получается подростковая программа, она выстроена вокруг группы друзей одного возраста, в среднем 10-12 человек. Это могут быть друзья-одноклассники или друзья со двора. Такую группу сопровождают вожатые. Часто это молодые люди, которые недавно прошли этот возраст и сами знают о переживаниях подросткового периода. Подростки совместно с вожатыми изучают серию текстов о таких же подростках, как они сами, о таких же подростках, которые сталкиваются с такими же вопросами и вызовами. И эти истории дают им возможность рефлексировать, анализировать свою жизнь и жизнь окружающих. И благодаря этим историям, это такая дружелюбная атмосфера, где подростков поощряют говорить, делиться мыслями и идеями. И благодаря этому они очень хорошо раскрываются, их идеи становятся глубже, их речи развиваются, они сами раскрываются и начинают верить в свои силы. Также мы вместе выполняем серию проектов, социальных проектов. И благодаря этим проектам подростки развивают себеспособность видеть нужды и потребности окружающей среды. Они учатся совещаться, учатся делать свой вклад. И благодаря этому от них появляется уверенность в своей собственной силе, что они могут делать что-то в этом мире, улучшать что-то. И они верят в силу, они не появляют уверенность в своих способностях, в своей группе, что они могут в единстве делать что-то, делать полезный вклад. Также для укрепления этой атмосферы дружбы мы вместе играем, выезжаем по ходу, вместе занимаемся спортом. Эта программа была разработана и предложена сообществом ВХИ. Она доступна для всех, кто хочет узнать об особенностях этого периода и помочь подросткам в их воспитании. Познакомилась я с этой программой, когда была студенткой. Меня тогда вдохновил пример многих молодых людей, которые тогда уже были вожатыми. И я все время задавалась вопросом, какие условия нужны для того, чтобы человек вырос сильным духом, самодостаточным человеком, который делает вклад в улучшение общества. Потому что, во-первых, мне самой хотелось вырасти, и у нас в окружении у всех есть наши братишки, сестренки, племянники. Также это очень важно для нас сейчас, потому что у нас есть дети, и мы хотим, чтобы они выросли такими сильными. Но мы понимаем, что их воспитание зависит не только от нас, как от родителей, но также от общества. В частности, это молодежь и подростки, особенно во дворе. Поэтому мы с мужем открыли наш дом для подростковой группы, где мы, причем в плечу с подрастающими поколениями и их родителями, размышляем о том, как мы можем улучшать жизнь нашего окружения и нашей собственной. Меня также вдохновляет пример то, что он двойственен, потому что, во-первых, ты как бы делаешь вклад, и в то же время благодаря этому растут твои собственные способности, и идет постоянно такой двойной рост. Меня также вдохновляет примеры моих друзей, которые независимо от своего статуса, социального статуса, от тем, независимо от того, чем они занимаются, когда они радостно делают вклад, и мы вместе идем по этому пути. В качестве заключения мне бы хотелось сказать следующее. Все мы хотим, чтобы мир стал лучше. Мы с нетерпением ждем, когда будет установлен всеобщий мир и человеческая семья станет жить в гармонии. И такое будущее — это не мечта. Я верю, что оно достижимое по мере того, как каждый из нас делает вклад в улучшение общества. По этому пути мы не идем в одиночку. Этот путь открыт для всех. Мы можем представить этот путь, по которому мы идем вместе, где плечом к плечу вместе служим и поддерживаем друг друга, также сопровождаем друг друга. Каждый наш шаг придает нам уверенность и радость, а также приносит божественную поддержку. Спасибо вам за внимание.